где-то около 11 часов вечера я возвращался домой вот в этот подъезд но он закрытый был подходил к подъезду и услышал что сзади ну так кто-то быстро меня догоняет ну так быстро идет я обернулся издалека то где-то возле машины но увидел женщину но думаю надо женщину пропустить вперед это меня и спасло я протянул руку за двери двери чтобы открыть дверь и пропустить женщину в этот момент я развернулся лицом к нему и он уже так было уже метрах в 3-4 от меня и видел что это не женщина это передитый мужик который закутанный в такую хуску какой-то такой ну типа фуфайки бомжеватого вида слегка по и он в это время он уже увидел что я его увидел он быстро засунул руку в пакет достал баллончик и начал мне пшикать в лицо я начал уклоняться там лево-право короче там легкая потасовка завязалась потом он уже понял что уже фактор неожиданности потерян он начал назад отходить я попытался за ним гнаться он достал ножик но драки не получилось полном ее понимание не получилось потому что против ножа было уже как-то мне не с чем было идти вот и уже вышли отсюда официанты из кафе соседка там со второго этажа ну и короче он убежал как потом уже мы начали общаться с соседями оказывается месяц назад соседом четвертого этажа был аналогичный случай тоже пытались над это называется там по-бандитскому как-то там на плечах въехать или что то есть такие понятия там у них как это этот разбой называется вот то месяц назад у нас был такой случай а вот буквально тоже может быть в районе месяца вот прямо вот здесь днем в 11 часов утра приехала машина которая разводит сигареты по магазинам поставили здесь машину занесли сигареты в магазин пока там выписывали накладную там деньги считали или что машину разбили окно водительская вскрыли машину вытащили сумку с документами с деньгами убежали в 11 часов дня белым днем посредине то есть разбой такое конечно начинается или уже начался очень серьезный но надо каждому быть очень внимательно но понятно что будем принимать меры и камеры и лихтари с датчиками движения там еще будем делать ближним часом милиция уже сегодня на работу приходила милиция нас этот на фейсбук отреагировала быстрее я еще из киева не успел вернуться милиция уже приходила но не думаю что они там сильно кого-то найдут но безусловно что мы напишем я напишу заявление чтобы она была зарегистрирована потому что но я-то человека видел при случае так могу и узнать поэтому может быть где-то попадется на других каких-то историях может и не попадется может это гастролер моя депутатская деятельность я не занимаюсь вопросами земли бюджета школьными мы занимаемся вопросами такими которые не имеют таких интересантов переименование улиц я же председатель еще комиссии по законности и регламенту и депутатской этики но в вопросах депутатской этики но с ножами еще не нападали так я вот это вот и достаточно удивлен нас как бы столько патрулей постоянно тут дежурит на разные те фирмы которые безопасностью занимаются у них тут всякие посты и тем не менее даже но видать что преступников сейчас но ну понятно экономика в плачевном состоянии соответственно реальных заработков у народа нет но во всяком случае значительно не уменьшились соответственно больше людей ищет заработки какие-то не них ну разными способами естественно что преступность усиливается я буду выступать за то чтобы подходило то время когда у нас будет в украине легализовано владение оружием и вот сейчас даже вот этот вот то что мой пост фейсбуке вот там больше 40 комментариев люди активно обсуждают эту проблему безусловно что очень много есть людей которые боятся что если оружие будет легализовано то каждый же сможет купить и это же увеличится преступность наоборот если вот преступник даже в моем случае почему он на меня напал он был уверен что он вооружен а я безоружен и это уверенность преступника перед законопослушным над законопослушным гражданином что преступник вооружен а человек безоружен она и дает возможность разгул разгула этой преступности а когда преступник каждый будет знать что он лезет в форточку, а там ведь может быть дядько с кулыметом, так-так-так. Тогда это будет очень сдерживающим фактором и история человечества показывает, что этот фактор реально действует.